22 июня скорбная дата для стран всего бывшего Советского Союза. Этот день разделил жизнь на до и после. В этом году исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Все события 41-го для нас пример подвига в народном единстве, независимо от национальности. В эти дни в белорусских лесах идут съемки казахстанской военной драмы. Лето 1941 года о борьбе и жизни партизан. Сценарий основан на реальных событиях. Добиться достоверной точности помогают эксперты «Беларусьфильма» и продюсерской компании «Белроскино». Подробности о фильме и детали съемок в материале Лидии Заблодской. Казахстан – один из главных кинопартнеров «Беларусьфильма». С идеей показать на широких экранах ужасы войны обратились во второй раз. Вместе в 2016-м прокладывали дорогу к матери. Теперь, спустя шесть лет проработки нового сценария, возрождают жизнь партизан летом 1941 года. У нас в Казахстане таких мест нет. У нас, конечно, степи, другие локации есть. Степи, горы, озера, пустыни и тому подобное. Но сама природа, ландшафт, события происходили в Беларуси. И, соответственно, правда жизни, она должна существовать на экране. Поэтому мы приехали в Беларуси. К национальной киностудии обратились сразу, без конкурсов. За экспертной группой, материальной базой, техникой, помощью с локациями. Здесь же искали и актеров. Так, в ролях четыре казаха и почти три десятка белорусов. Не считая массовки. Первый съемочный день здесь снимают предфинальную сцену. К слову, на опушке леса находится она недалеко от Минска. Буквально за МКАДом в аэродроме Липки. Самолет здесь главный атрибут. На нем будут спасать главного героя, казаха-партизана. Но, к слову, камера-мотор начнется буквально через несколько минут. Спасать на носилках будут Ади Шарипова. Для Казахстана национальный герой. В советское время министр просвещения, глава МИДа, составитель хрестоматии казахской школьной литературы. А в годы войны партизанский командир Саша Казах. Так его звали в белорусских деревнях. Все перипетии, которые записал Шарипов в своих автобиографиях, как шли по лесам на восток, искали пищу, перебивали немецкий экипаж и выбивали карателей из деревень, покажут в драме. Для меня главный вопрос заключался в том, что сколько бед помимо войны выпало на этого человека. Он не обозлился и не сломался духом. Были у вас музеи. В каждом стенде практически есть представитель казахской национальности. Сколько их безымянных здесь побегей было, мы отсылки эти будем давать в сценарии. Обещают играть без фальши. Готовясь к военным съемкам, проходили учения в настоящей армии. Не будут врать и громкими спецэффектами. Съемочная группа, основа «Казахские специалисты» брали за ориентир легендарные фильмы «Иди и смотри» и «Восхождение». Страшно люблю, очень люблю Алиса Адамовича. И я знаю историю, я читал все его книги, я смотрел документальный его фильм о Хатыни. И изначально я уже сразу знал, что этот фильм будет направлен против войны. Всего в Беларуси 27 съемочных дней. Кроме «Минских лесов» в кадре натурная площадка под Смолевичами и чаще под Раковом. Без сверхмасштаба и суеты снимают детали в несколько дублей и одной камерой. Мирная жизнь и любовь на войне. Немалая доля вне боевых деталей. Для этого на берегу Ислачи с нуля возвели полевую инфраструктуру. Сплели землянки и сбили столы. Курицы и лошади – жители ближайшей деревни. По сценарию партизаны в окружении, но при этом захватили у немцев оружие. Вычисляют и своих предателей и параллельно беспокоятся о судьбе родных за тысячи километров от. Смотрю на всех актеров и я понимаю, что пробирает, прямо вот внутри пробирает. И хочется относиться максимально серьезно, даже какой-то, казалось бы, маленькой роли, незначительной. Потому что это целое событие. Тема войны, она актуальна и является сейчас, особенно, когда идет борьба против героизации нацизма, фашизма. Будет способствовать сохранению памяти. 28 месяцев войны из истории Адишарипова покажут в 90 минутах. Презентация фильма на больших экранах, причем сразу во всех странах СНГ, запланирована к декабрю 2021. Лидия Заблотская, Анзор Тужаев и Виталий Селявка. Агентство теленовостей.